Почти 50 тысяч ям устранили с начала года в Подмосковье. Отчет об итогах по содержанию дорог и планах по их ремонту на заседании регионального правительства представил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержек. По его словам, аварийно опасные ямы, согласно нормативу, необходимо ликвидировать за 24 часа. Остальные в течение 8 дней. За первые три месяца этого года в реестр по результатам обращений включены свыше 70 тысяч ям. 69% из них уже устранены. Всего в 2019 предстоит отремонтировать 1957 дорог протяженностью почти 2500 километров на сумму более 18 миллиардов рублей. К капитальному ремонту в Московской области дорожники приступят с 1 мая. В адресный перечень включена дорога по улице Мира, так как считается региональной. Ремонт будет выполнен на участке от Центрального парка до выезда на Волковское шоссе. Согласно плану, работы начнутся 10 мая и завершатся в конце июня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый зампред МОСУ был дума Никита Чаплин оценил ход реализации проекта. Программы по внедрению двухконтейнерной системы сбора отходов, что особенно актуально в микрорайонах с многоэтажной застройкой. Напомню, с 1 января 2019 года Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. Во дворах региона появились синие и серые баки для разных видов отходов. Не везде система принимается сходу. Мусор по-прежнему сваливается в общую кучу. Но здесь, на улице Борисовка, выставлены образцовые контейнерные площадки. Главное их достоинство – удобство и наглядность. Здесь видно, что куда идет. Например, собранный в этом контейнере пластик прямиком уходит на переработку. И если учесть, какие вокруг выросли жилые кварталы, нетрудно представить, сколько его отправляется на вторсырье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паводковая ситуация, уменьшение популяции бродячих собак, истребление ядовитого борщевика, переход на цифровое телевещание. Эти и другие насущные вопросы обсуждали накануне в микрорайоне Пироговский деревенские старосты и председатели садобоческих товариществ. Встречу провел директор территориального управления Пироговский Сергей Шальнов. Участие в мероприятии приняли сотрудники МЧС и контрольного управления, а также начальник управления социальной защиты населения Ирина Скворцова. Особое внимание уделили теме прекращения аналогового вещания. В Московской области это произойдет 15 апреля. Старосты узнали о том, как подключить телевизионную приставку, а также о льготах, предназначенных определенным категориям граждан. Вопросы по этой теме можно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии 8 800 220 2002. 11 раз за период с 25 по 31 марта мытищинским огнеборцам пришлось выезжать на тушение пожаров. В деревнях Витенева и Красная Горка горели бани. Обошлось без пострадавших. Причина – неисправность печного оборудования. Не пощадил огонь частный дом в деревне Вешки на улице Вешния. А вот в пожаре, который произошел 31 марта на улице Веры Волошиной, у дома 64А пострадал неизвестный мужчина. С приходом тепла обострилась еще одна проблема. Начался пал травы и мусора на открытых территориях. Такие случаи были зарегистрированы вблизи деревень Челобетьево, Капустина, а также в поле рядом с улицы Борисовка у дома 4. Специалисты отдела надзорной деятельности призывают всех жителей быть осторожнее при обращении с огнем и в случае возникновения ЧП незамедлительно звонить по телефону 112 или 01. Пришла весна, и на улицах городов появилось много детей и подростков на велосипедах и самокатах. Сегодня с просветительской миссией на дороге выходят сотрудники ГИБДД и юные инспекторы движения из разных школ города. Цель – напомнить о правилах безопасности. Наши школы почти все находятся недалеко от оживленных магистралей. Вот и школа номер 24 соседствует с улицей Летной. Здесь всегда много машин. Ученики этого общеобразовательного учреждения вышли на перекрестки в форме юных инспекторов дорожного движения. Ребята решили обратиться к своим сверстникам и их родителям. Особенное внимание к тем, кто движется на двухколесном транспорте, велосипедах и самокатах. Их с каждым днем становится все больше. И некоторые норовят проскочить перекрестки на полном ходу. Легкомыслия и беспечность в таких условиях ничем не оправданы. Предотвратить такое поведение никогда не поздно. Не только родители. Все взрослые должны оберегать детей, оказавшихся вблизи дорог на двухколесных транспортных средствах. В данной ситуации это не игрушки. Жители одного из домов, расположенного в Перловке, обратились в Госадомтехнадзор. По их словам, детская площадка в их дворе находится в непригодном состоянии. Интересно, что эта площадка новая. Обращения жителей о том, что территорию никто не убирает, подтвердились. Мусор, грязь, пакеты, выступающие металлические конструкции. Все это говорит о том, что за игровой зоной никто не следит. По итогам проверки застройщик будет привлечен к административной ответственности. Инспектирование детских игровых площадок – одно из главных направлений работы представителей надзорного ведомства. Сейчас на территории городского округа Мутищи более 500 детских площадок. После таяния снега сотрудники Госадомтехнадзора проверили уже около ста таких территорий в ходе ежедневной надзорной деятельности. Межсезонье на зеленом рынке бывает раз в году, весной, когда осенние запасы заканчиваются и нарастает поток нового, еще только-только созревающего урожая. Неужели сбылись мечты фантастов? И нет теперь разницы между осенним и весенним прилавком. Если присмотреться, конечно, есть, но по основным позициям почти то же самое, а главное – свое. Тепличные растения дополняются плодами южных республик – помидоры из Дагестана, Азербайджана, даже Армения. Виноград – продукт, конечно, не весенний, но и его можно приобрести по вполне осенним ценам. Однако лидер продаж – яблоки. Эти – дары Кубани и Ростова. Ростовское предприятие имеет большие сады, базы хранения. Весенние яблоки обладают большинством своих осенних достоинств при той же цене. Так что витаминный набор в полном порядке. Международный открытый сетевой конкурс информационных технологий состоялся в минувшие выходные в десятый раз. В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие порядка ста команд из России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Это говорит о популярности IT-профессий, считают организаторы мероприятия, в число которых, к слову, входит Матищинская администрация. География от скит расширяется от раза к разу и благодаря его формату. Напомню, мероприятие проходит онлайн, что позволяет легко вступить в борьбу всем желающим. Как правило, состязание длится порядка трех часов. За это время конкурсанты должны решить 13 задач. Любопытно выглядит приз, положенный победителю. Вот такой кубок организаторы от скит печатают на 3D-принтере. В этом году его забрала московская команда «Форестерс». Матищинцы вошли в число тех, кто занял вторые и третьи места. Третьими также оказались начинающие программисты из Борисова, города-партнера городского округа Матищи. В городском округе Матищи завершился открытый фестиваль любительских молодежных театров «Премьера». Мероприятие проводится по инициативе управления по работе с молодежью городского округа Матищи и проходит раз в два года. В 2019-м на конкурс поступили 35 заявок от театральных коллективов столицы и Подмосковья. Это дошкольные, школьные, студенческие, любительские театральные коллективы, студии молодежных центров и учреждений культуры, а также кукольные театры. Число участников превысило 180 человек. В финал вышли 10 театральных коллективов. В течение двух дней на сцене Дворца молодежи были показаны как детские, так и взрослые спектакли. У младшей возрастной категории гран-при получил театральный коллектив «Театрик» в Матищинской гимназии номер 17. В старшей возрастной категории лучшим оказался Щелковский любительский театр «Атмосфера».